Против сна, безделья и ремесла современное визуальное искусство вышло за пределы холста. Этот принцип в действии показали молодые художники на первом слете. Так называется их мероприятие. На два дня один из самарских хостелов стал арт-площадкой. Пространством для экспозиций, инсталляций, лекций, бесед о том, какое же оно новое самарское искусство. И ключевой вопрос, который задается слет, это кто такой самарский художник, что он вообще делает и как с этим дальше жить. Важно зафиксировать этот момент, что в Самаре происходит сейчас в плане культурного пространства и как с этим работать. Художники превратили комнату в палату детского советского интерната. Авторы зафиксировали момент, когда СССР двигался к разрушению. Инсталляция, казалось бы, юношески непосредственно. На столе загран паспорт, которого в таком месте быть не могло. Но важно другое – попытка осознать прошлое и выработать к нему художественные отношения. Здесь ребята хотели показать свою попытку переосмыслить, понять ностальгию наших родителей по временам советским. Многие инсталляции на слете стирали грани между зрителем и тем, что он наблюдал. Это, например, комната придуманного художника-хулигана Захара Веселыча. И гостям здесь не рады. Че ходим? Че ходим? Люди здесь живут? Не видите, что ли? Мешаете здесь? Устроитесь проходной? Так, за дверь, за дверь, быстро. Музей тут у вас. Давайте, давайте, выходим, выходим, выходим. Мешаем люди, не видите, живут тут. В итоге экспозиции, которые кажутся попыткой похулиганить, оказываются точным художественным высказыванием о хрупкости и значимости внутреннего мира человека, о поиске новых вариантов будущего. Также я предлагаю посмотреть на самих себя через призму африканской эстетики в изгнании и ответить на довольно-таки простой и актуальный вопрос – кто же мы такие? Вот эта вот атмосфера какой-то непринужденности и свободы. Неформальность в формальных рамках. Это как особенный мир, другая планета, на которую прилетаешь и, не знаю, прям как будто в другой мир окунаешься. Новые скали и на другой площадке, организованной с летом. Там учились создавать футуристические коллажи. Еще 100 лет назад, даже больше 100 лет назад, идеологи футуризма вдохновлялись идеями новой жизни, скорости, машин. Художники обещают, в следующем году будет новый слет и новые идеи инсталляции и картины. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.